Я считаю, что автомобиль не должен стоить больше полутора миллиона рублей. Точнее, не стоит за него больше платить. Мы не говорим сейчас о суперкарах. Речь идет о машине на каждый день. Полтора миллиона это потолок, под который войдет и Мерседес С-класса, и бизнес-сегмент Камри-Пасад. Можно выбрать популярный внедорожник Таурек или Ленд-Крузер. А если мы обратимся к рынку автомобилей с пробегом, то перед нами откроются бескрайние просторы лакшери-брендов. Инфинити, Ленд-Ровер, дорогие модели БМВ, мгновенно дешевеющие сразу после выхода из салона. Но герой нашей сегодняшней программы за эти деньги купил себе Кадиллак. Причем новый и в полном фарше, что опять же подтверждает мою теорию. Нужна ли русскому американская мечта? Об этом мы и поговорим сегодня. Меня зовут Сергей Киселев и я рад приветствовать вас на автостраде. История марки Кадиллак уходит корнями в начало 20 века, когда оружейник Генри Леланд и предприниматель Уильям Мерфи организовали собственный автобизнес. Марку назвали в честь основателя Детройта. Моего тезки Антуана Ламиа де Ламото Сьерра де Кадияко. С тех пор уже 100 лет Кадиллак это синоним роскоши, успеха и комфорта. А мы сегодня проведем целый день с владельцем настоящего Кадиллака и узнаем, так ли хороша эта машина, как о ней говорят. Привет! Привет, Антон! Поехали кататься! Поехали! Это CTS второго поколения. Новенький, еще года нет. CTS не самый большой в линейке, но габариты все равно не скромные. Еще 10 сантиметров и был бы 5-метровый седан. Причем General Motors не маскирует размеры замыленными формами и прочими обманами зрения. Бриллиант чем больше, тем лучше, и алмазные грани кузова зрительно только укрупняют его. Особенно массивно смотрится корма, к ней курьезно прилепился красный стоп-сигнал. Белый смотрелся бы куда лучше на машине платинового тона. Обратите внимание на дизайнерские рифмы. Вот шильдик в форме герба. Подобный контур образует решетка радиатора. И той же формы выштамповка на капоте. Трижды гербовый передок, если можно так выразиться. Увидел такое в зеркале, уступай дорогу. Во времена расцвета поп-культуры вокруг марки Кадиллак сложилось множество легенд и стереотипов. Мол, ездят на них в основном черные гангстеры и взбалмошные звезды рок-н-ролла. Представителям этих профессий обязательно нужен большой багажник. Гангстеры возят там трупы, а звезды, разумеется, гитары. Что-то не работает, батарейки сели, наверное. Конечно, бродячий блюзман себе на Кадиллак не заработает. С другой стороны, в этом классе цена просто смешная. Полный фарш за полтора миллиона. Но почему-то традиционно считается, что Кадиллак – несбыточная мечта романтика. Кожаный салон, акценты деревом, биксенон адаптивный, светодиодная подсветка, подогрев жидкости омывателя есть, вентиляция, подогрев сидений. Мне пришлось доплатить. Это панорамная большая крыша и мультимедийная система Боза 5.1 с жестким диском и навигацией. Но хотя вот здесь есть еще один минус автомобиля, пока официальной навигации для России нет. Салон у Детройца сказочно богатый. Даже несведущие люди отметят яркую приборку, чудесное качество кожи и строчек. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Пожалуй, внутреннее убранство и есть визитная карточка марки. Хотя Infiniti или, к примеру, Mercedes отделаны еще лучше. Но нет в них того самого пресловутого американского уюта. Эта машина не офис, эта машина не претендует на то, чтобы быть домом. Этот автомобиль, он дает удобство сродни пребыванию в хорошем номере какого-то дорогого отеля. Еще одно приятное место, где мне радостно быть, проводить часть своей жизни. Еще один стойкий штамп – Кадиллаки сыпятся. Возможно, это проблема калининградского конвейера прошлых лет. Хозяин рассказал, что сейчас завод работает по принципу крупноузловой сборки. Готовые машины на границе разбирают на несколько частей, ввозят в Россию, снова собирают воедино. Ошибиться негде. Проблемы с вылетающими предохранителями и скрипучим салоном должны кануть в лету. Но, разумеется, по сборке это далеко не Лексус. Кадиллак прилично отстал от японцев и немцев в любых рейтингах надежности. Усугубляется дело малым количеством авторизованных сервисов и дилеров. Поначалу пришлось повоевать за должный уровень обслуживания или взять сроки ожидания запчастей для машины. Порой приходится до двух месяцев ждать, когда деталь придет из Штатов, потому что на централизованных складах очень-очень мало деталей, в основном самые ходовые. Мотор 3,6-300 лошадей. Весь табун крутит заднюю ось. В автосалонах доступна и полноприводная версия. Атмосферник с истинно американским нравом. Плавный и степенный. Однако способен и на рывок. Конечно, двухтонный корабль на заднем приводе явно не машина на каждый день. Или придется ездить в тандеме с пензовозом. Расход в городе 22 литра 92-го. Но чтобы выделиться в потоке, козелак подойдет как нельзя лучше. Немного задевает, когда путают с Крайслером, тыкают пальцем, например, на герб и говорят, о, смотри, Порше, Порше, Порше. А был забавный случай, я как-то выбрался ночью пофотографировать свой автомобиль, люблю ночное фото. Поставил все, расположил на штативе камеру, снимаю, значит, гляжу, идут двое молодых людей, о чем-то активно жестикулируют, спорят. Один ко мне потом подходит и говорит, можно спросить, что за машина? Говорю, да, это Кадиллак, так и так объяснил. И он подлетает ко второму парню и говорит, ну все, проспорил 100 рублей. То есть вот иногда даже бывают такие вещи. Старина Кадди привлекает и модную молодежь, и ретроградов. Особенно ярые споры разворачиваются вокруг современного имиджа. Вот посмотри, фирменный стиль Кадиллака в 60-х, за который мы его и любим, вот этот аэростиль, вот эти дутые формы. Как ты думаешь, можно аналогии провести с нынешним фирменным дизайном Кадиллака или все забыто уже? Знаешь, несмотря на то, что внешний облик современных моделей Кадиллак стал относительно непохожим на то, что было в 60-х годах, я думаю, дизайнеры современного поколения, они постарались сделать все, чтобы марка осталась узнаваемой. Здесь мы видим и похожие очень линии задних плавников, вертикальные стопы. Это все делает очень узнаваемым автомобиль. Впереди световые акценты, тоже оставили определенное сходство. Сходство остается непременно. В интернете бродит легенда. Мол, на уровне прошивки в СИТС спрятана песня самого главного Кадиллака вода, Элвиса Пресли. Может, в какой-то менюшке бортового компьютера или даже в блоке управления. Это было определенное шаманство с инструкцией, была прочитана вдоль и поперек, пересмотрели всевозможные ролики на Ютьюбе. Но пока не преуспел, честное слово. Для меня так осталось загадкой, действительно ли что-то там есть, или это такой маркетинговый ход от производителя. Мы проверили слухи, байки и легенды, которые крутятся вокруг загадочной марки. Кадиллак все так же харизматичен и овеян ореолом элитарности. Пусть и ходят разговоры о том, что он опопсел. CTS вовсе не погремушка, как большинство локализованных американцев. Но машина явно не для всех. Хотя бы потому, что не каждый русский готов ужиться с американской мечтой.